Жительница Самары Дарья Малеева еще не так давно снимала квартиру. Однажды соседи затеяли капитальный ремонт. И спокойная жизнь у семьи закончилась на долгое время. Это было очень громко и продолжительно. И делали они это не то чтобы круглосуточно, но в течение всего дня, наверное, прям без перерывов. А я, поскольку работаю частично из дома, как раз, я все это слушала, естественно, мне это мешало. Дом – это место, куда человек приходит отдыхать. Он ожидает, что это будет безопасное и уютное место. И когда в эту безопасность вторгается громкий и продолжительный шум, человек испытывает дискомфорт и даже может стать агрессивным. Замучили шуметь! Если мы имеем дело с систематическими историями подобного рода, то человек утром просыпается, не выспавшийся, приходит на работу уставший, на работе не может нормально функционировать, к вечеру он еще более истощен, снова не может выспаться и, естественно, он в какой-то момент может словить нервный срыв. В Самарской области закон о тишине ввели еще в 2014 году. В 2023 были установлены новые правила максимально допустимого шума в жилых помещениях. Согласно новому закону, время ремонта в квартирах ограничено и проводиться он может только в определенные дни и часы. В регионе введен жесткий регламент. В случае систематического нарушения закона о тишине в дело вступают правоохранительные органы и администрации внутригородских районов. То есть мы получаем материалы, соответственно, выходим на адреса, устанавливаем причину лиц, совершивших данные нарушения. И уже как бы, так как находится это рассмотрение и привлечение к административной ответственности административным комиссиям при администрациях района, материалы направляются для принятия решения, соответственно, туда. В конце октября в Госдуму внесли доработанный законопроект о тишине. Если сейчас регионы самостоятельно определяют временные рамки, когда можно шуметь, а когда нельзя, то парламентарии решили ввести единые правила для всей страны. Запрет на шум с 23.00 до 7.00. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ с 9.00 до 19.00. Только в будни с обязательным перерывом с 13.00 до 15.00. Когда тишина выйдет, должна быть у всех одинаковая, она у всех по-разному. И в Самарской области, на мой взгляд, один из самых мягких законов о тишине к нарушителям этой тишины. Ну, так как говорится, по большому счету, да, это так. Поэтому, когда это будет едино, мне кажется, это действительно должно привести к какому-то большему порядку, большему пониманию граждан, что и где можно как себя вести. Как будут применяться на практике поправки в закон о тишине, покажет время. По крайней мере, в Самарской области административные дела, которые дошли до суда, можно пересчитать по пальцам на одной руке. Светлана Симофеева, Игорь Казановский. События.